Репортажи, стримы, матчи, интервью, новости. Всё это Cybertform.ru Всем привет, ребята, с вами Джофф. И сегодня я хочу обсудить самую, наверное, горячую тему последних дней. Это то, что арту изолирует World of Tanks. Это то, что артоводам запретят играть во взводе в патче 9.18. Вот что пишут сами разрабы. Игроки активно просили убрать возможность игры во взводе в рамках переработки класса САУ. Ведь после введения нового балансировщика и возможности объединиться во взвод из трёх игроков, может часто возникать ситуация, когда взвод из трёх САУ будет оказываться единственными машинами вверху списка. А три машины поддержки не могут быть самой сильной единицей на поле боя. Кроме того, проанализировав различные сценарии поведения взвода САУ в бою, мы пришли к выводу, что влияние взвода из нескольких САУ на одиночную цель слишком велико. И крайне негативно воспринимается танком-мишенью. В то же время одиночные САУ вследствие меньшего уровня взаимодействия между собой смогут лучше контролировать всё поле боя целиком, оказывая равномерную помощь союзникам на всех направлениях. Поэтому было принято решение отключить возможность создания взвода, как динамического, так и в ангаре, с участием машин класса САУ. Так как САУ не могут выходить в бой в составе взводов, личные боевые задачи для них также будут скорректированы. Из условий убрана необходимость выходить в бой взводом. Вот такие вот, ребятки, пироги. Конечно, говорить о том, что у артоводов возгорелось, это ничего не говорить. Очень многие артоводы, и известные, и неизвестные, писали и на форумах, и в своих группах ВКонтакте о том, что как так, почему картошка такое делает, Wargaming убивает игру, теперь невозможно будет нормально играть на нашей любимой арточке, что же теперь делать, я уйду из игры, брошу все, что накопил, и больше не буду играть. Ну что, ребятки, я могу сказать по этой теме. Я бы, конечно, мог сказать с катертью дорожка, но это было бы, наверное, грубо, и немножко неправильно. Конечно, скорее было бы правильно объяснить свою позицию. Так вот, друзья, вполне понятно, почему у артоводов так горит с этой новостью. Потому что никакие многочисленные нерфы, никакие урезания доходности, никакие урезания точности и прочего-прочего, ничто так сильно не влияло на артоводов, как ограничение игры во взводе. Потому что все экономические и балансные, скажем так, нерфы, всегда артоводы могли обойти. Там поставить допаёк, купить премиум танк, купить премаккаунт, там залить больше бабла, и все равно играть на своем классе техники и практически ничего не делая, набивать по 2-3-4 тысячи урона. Но ограничение игры во взводе, это совершенно другая петрушка. Теперь, по факту, Wargaming из целого класса делает изгоев. Он делает отщепенцев. Он изолирует их от общества. И это очень важно, друзья, потому что у всех артоводов, у всех любителей этого, простите меня, грязного коричневого класса техники, есть какие-то знакомые, есть какие-то друзья, есть какие-то кланы там и прочее-прочее. И, конечно, в соло калитку играть в World of Tanks не так интересно, как играть во взводе. Но теперь разработчики забирают у отдельного класса возможность играть во взводе. Просто забирают этот класс, и представители этого класса, они просто становятся одиночками. Они просто не смогут ни с кем поиграть вместе в World of Tanks. Представляете себе, да? Вот просто представьте, вы играете в танки, вы играете на любимой ПТ-САУ, вы там играете в взводе со своими друзьями, или с кланом, там, что-то, что-то, где-то вы находите себе знакомых, чтобы поиграть. И тут в какой-то момент Wargaming вам говорит, типа, вы очень много матерились в чате, вы очень много там подпирались союзников, поэтому с этого дня и до скончания времен мы забираем у вас возможность создавать взвод. И вы такой, господи, а как же я поиграю с друзьями? Как же я сделаю то, все, пятое, десятое? Как же вот эти веселые врывы, когда мы где-то заезжаем на фланг? А это все у вас забрали. Так вот, именно то же самое сделали с артоводами. Я считаю, что это правильно, друзья. Я считаю, что это закономерно и очень справедливо. Почему? Сейчас вам объясню. Во-первых, потому что в патче 9.18 арту не понерфят. Ее в какой-то мере даже апнут. Я уже делал по этой теме отдельное видео. Потому что у артиллерии забрали пробитие, забрали огромный урон, но дали суперточность и суперсплэш. Если это все не будет ребаланснуто до релиза патча 9.18, а скорее всего, наверное, и не будет, то артиллерия будет очень сильной. Потому что три арты, три Т-92 во взводе, раньше, когда фокусили какого-нибудь ИСем или Мауса, они, конечно, делали ему очень больно. Но в каком-то плане это была как коричневая рулетка. Они могли попасть, могли не попасть. Сейчас же в патче 9.18, если оставить взвод для трех Т-92, они будут гарантированно попадать по 300, 400, 500 уродно, даже в Мауса. И промахнуться им очень сложно. Что эти артиллерии смогут делать с улучшенным КД, с улучшенной точностью, с огромным сплэшем, с разными там СТшками, ЛТшками или ПТСАУ, я уже просто молчу. То есть, арту, конечно, с одной стороны по нерфили, забрав у нее огромный разовый урон, но с другой стороны ее апнули, дав ей улучшенную точность, улучшенное КД и огромный сплэш. Что такие арты будут делать при фокусе какого-то конкретного противника, при фокусе какого-нибудь там статиста, какого-то там Джоуа, Дезертода или любого другого блогера, или просто, допустим, какого-то там страйка или делюкса, мне, друзья, просто страшно себе представить. Поэтому я считаю, что отмена взводов для САУ, учитывая вот эти все рыбалансные темы, это очень правильное решение. Второй, друзья, момент, это то, что класс САУ сам по себе, он паразитирующий, он идиотский, его на самом деле не должно было быть в игре. Просто приведу вам пример, да? Вот давайте с вами возьмем Counter-Strike. Эту игру мы с вами все прекрасно знаем и играли с детства. Так вот, в этой игре, в таком же шутере, как и World of Tanks, чтобы кого-то подстрелить, кому-то дать хэт или кого-то раздамажить, нужно выйти на прямой прострел. То есть, и ты можешь стрелять во врага, и враг может в тебя стрелять. В этой игре нет возможности раздамажить с Респа, да? А теперь представьте, что в Counter-Strike появляется новый персонаж, новый какой-то там контр-террорист с минометом. И вот этот чувак бегает с минометом, у него есть там управляемый дрон, он, дрон ему дает картинку всей карты, и этот чувак с минометом может закидывать за какие-то там укрытия, за какие-то ящики и так далее. Вот скажите, был бы такой вот персонаж нормален для Counter-Strike? Мне кажется, что нет. То есть, я думаю, это бы мгновенно вызвало какой-то бадхёрд, это бы мгновенно вызвало огромные просто срачи на форумах и на всех площадках, и люди бы спрашивали, Valve, что за херня? Что ты вот тут вел? Что это за минометчик? Мы не согласны играть в такую игру? А вот в World of Tanks изначально разработчики вели такой класс, и я считаю, что это огромная их ошибка, потому что не должно быть ни в какой игре класса техники, на которой игрок стоит на Респе, ничего не делает и просто накидывает через всю карту дамаг. Конечно, сейчас любители историзма скажут, что, Джофф, ну как же выводить артиллерию из игры про Вторую Мировую, ведь артиллерия, она была в реале, она в реале участвовала в боевых сражениях, нельзя вообще игнорировать такой класс техники. Друзья, всем любителям историзма и реализма я могу сказать, что да, артиллерия была во Вторую Мировую, вот, но она не использовалась для уничтожения конкретных танков или даже, простите меня, пехоты, нет, артиллерия, насколько я знаю, использовалась для разрушения каких-то укреплений, для подавления наступления или наоборот для наступления, то есть, не было такого момента, что артиллерия кого-то там выцеливала, какой-то там танчик, который прячется где-то там в кустах или за зданием, нет, артиллерия била по площадям, если бы арта была действительно исторична в нашей игре, то вы не могли бы выцеливать Мауса, у вас была возможность, это выцеливать конкретный квадрат, это когда вы кликаете в Е6, стреляете и снаряд куда-то там летит в Е6, где-то там падает и если повезет, возможно, вы кого-то заденете, а если не повезет, никого не заденете. Вот так вот, дорогие зрители, выглядела бы историчная артиллерия в нашей игре, а то, что разработчики сделали, это вообще даже близко не имеет отношения к реалиям. И последний, друзья, момент, который я бы хотел до вас донести, это то, что арта действительно паразитирующий класс в нашей игре и то, что нужно платить за то, что ты играешь на таком типе техники. Да, тебе хочется стоять на базе, да, тебе хочется ничего не делать. Да, вы сами, друзья, можете мне сейчас написать в комментах «Джофф, ты на стримах играешь на арте». Друзья, я играю на арте, вот, но я это делаю for fun, для шоу, для смеха, для угара, для всего такого и при всем при этом я сам по себе прекрасно понимаю, насколько этот класс дисбалансный, насколько из-за него мои союзники и противники не могут делать то, что они хотят делать. Любой бой без артиллерии, он совершенно другой, чем с ней. Карты из артиллерии используются, наверное, где-то на 50-60% от всех своих площадей, потому что большинство каких-то точек или нычек нельзя использовать, потому что артиллерия сразу туда закинет. И снова артиллерии в патче 9.18, когда у нее точность будет намного улучшена, это все будет еще более ярко выражено. Поэтому я считаю справедливым, что если ты играешь на классе техники, которому не нужно никуда ехать, которому не нужно ничего делать, которому вообще, блин, просто можно стоять на респе и накидывать, то будь добр играть соло. Вы, конечно, можете сказать, господа артоводы, что, блин, а почему СТ-шка можно играть во взводе, ПТ-САУ, можно ЛТ? А потому что, друзья, что когда ты играешь взводом даже на самых имбовых СТ, типа ТВП, Т-51, и вы хотите забрать какой-то конкретный танк, допустим, ИС-7, вам нужно вороваться на этот танк, вам нужно получить один-два шота, вам нужно подставиться под каких-то других его союзников, получить какой-то урон, забрать этого врага и потом с половиной ХП у каждого танка уехать к себе на базу на перезарядку. Вот примерно так это все выглядит. А когда ты на артиллерии играешь во взводе, ты хочешь забрать какой-то конкретный танк, тебе не нужно никуда ехать, ты просто стоишь на респе и оттуда стреляешь. И попадет или не попадет, фиг его знает, но в патче 9.18 будет практически всегда попадать, поэтому ненормально, когда три танка стоят на базе и могут фокусить одну машину. Это действительно несправедливо. И вот это, друзья, мое мнение. Поэтому я считаю то, что разработчики в патче 9.18 делают из артоводов изгоев, отщепенцев, я не знаю, одиночек, не знаю, сумасшедших, то, что они кидают артоводов в изолятор и типа говорят им играйте соло, если хотите играть на этом говне. Я считаю, друзья, что это правильно. Потому что если хочешь играть на говне, играй в одиночку. Не надо примешивать к этому какие-то другие танки. Не нужно просить своих друзей с тобой поиграть. Хочешь играть на говне, играй один. Потому что никто с говном, по сути, это связываться не хочет. И даже, наверное, твои друзья играли с тобой только потому, что они тебя, наверное, или жалели, или сочувствовали, или про себя думали. Ой, господи, Лешенька, Лешенька, стал артоводом. Блин, стыдно за него, но, как говорится, жаль его бросать одного. Ладно, сыграю с ним в боёк. А теперь, друзья, никто с вами играть не будет. Хотите играть на этом убогом, дерьмовом классе техники? Играйте, конечно. Но не надо других просить играть вместе с вами. Будьте сами по себе. А хотите играть во взводе? Играйте на нормальном классе техники. Вот такое, друзья, у меня мнение. Если вы согласны со мной, жмите лайк этому видео, подписывайтесь на канал и пишите в комментах, что вы думаете. А если не согласны, ну, пройдите на соседние каналы, где артиллерию очень сильно любят и, как говорится, долбитесь там в своё удовольствие. А на этом у меня всё. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok